Всем привет, ребята! В этом видео поговорим с вами и расскажу поподробнее о том, как зарегистрироваться в приложение Monzo. Итак, давайте сначала, что вам нужно для того, чтобы получить данную карточку. Карточку Monzo, вот так вот она выглядит. Это получается у нас MasterCard. И что вам нужно делать для того, чтобы получить вот такую вот карточку. Для начала вам нужно скачать вот приложение. Гуглите Monzo или ссылку под этим видео, заходите. В приложении, независимо от того, какой у вас там телефон, айфон, либо андроид. Скачиваете из Play Market или из App Store. Скачиваете вот непосредственно Monzo. Потом, когда нужно зарегистрироваться, вы вводите, где вы проживаете данные. Вводите имя, фамилию непосредственно. Все как в паспорте. Сфотографировать вас просят паспорт. Вот вас просят, ВНЖ не нужно, только вот паспорт и БРП. В некоторых банках просят непосредственно БРП. Это пластиковая карточка выглядит она фактически так же, как вот эта вот. Пластиковая, она выдается на 3 года. И получаете вы ее непосредственно где-то через несколько недель или месяц после приезда в Англию. Она говорит о том, что вы можете легально находиться и работать на территории Англии. И в Monzo не нужны БРП, достаточно просто постоянный свой украинский паспорт. Вот. Указываете, где вы живете и буквально через 3 дня присылают карточку Monzo. Это в зависимости, это только рабочие 3 дня. То есть, если вы там запомните в пятницу, то, соответственно, суббота, воскресенье она не идет в расчет, потому что это выходные дни. И вот уже, в принципе, с Monzo карточкой вы можете нормально жить в Англии, пользоваться услугами. Но в чем нюанс данной карточки? Это Digital Bank и соответствующие отношения к нему. И если при покупке сим-картки, если при покупке сим-картки эту карточку принимает, то в некоторых случаях вашу карточку Monzo при оплате могут не принять. А услуги по подписке там, скажем, как, не знаю, Netflix или, может, некоторые другие YouTube Premium, например, которым я тоже частенько пользуюсь. Это называется как Debit Credit. И довольно-таки часто могут отказать, сделать cancel на эту подписку, потому что это не High Street Bank. Что я имею, когда говорю High Street Bank? Это когда есть такие банки, как Barclays. У меня здесь нет Barclays. Нет, у меня есть старая Barclays карточка. Она уже не действительно. А High Street Bank это такие большие банки, как, например, Barclays, как Lloyds, тот, где конь, потом HGBC банк и Halifax банк. Вот это очень довольно-таки крутые и известные банки, которые имеют свой офис в центре Лондона на Кеннери Ворф, по-моему, они находятся. Так что, смотрите, с этим мы разобрались. Это, получается, онлайн банкинг. Это, получается, инстанцициональный инстанци... Вы поняли. Это, короче, банк, который имеет, получается, свои конторы, свои офисы. Что? Вы можете прийти в банк, например, если у вас есть какие-то проблемы, и решить вот эти вот непосредственно проблемы. Оффлайн... Оффлайн точки, где вы можете прийти, закинуть деньги и вывести, вот. Так что, в этих инстанцициональных банках, таких как Barclays, Lloyds, есть свои отделения. В Monzo нет, потому что это онлайн банкинг. Еще один trouble проблема, которая есть в Monzo, это... Что она так отслаивается? Еще одна проблема, которая есть в Monzo, это... Это проблема, то, что, получив карточку, нужно сразу заплатить за карточку. Это в районе где-то 10 фунтов, как за аренду. И смотрите сами, которые сейчас есть сумма. И смотрите, в отделении Monzo нет, есть только точки пополнения. Они называются Paypoint. Довольно-таки эти, Хабиби, как мы их называем? Бай-бай, но... Короче, есть точки пополнения, таких даже как Windows, которые... Куда приходишь, там можешь купить, там, не знаю, сладкую водичку, как магазины. И, соответственно, в них, в магазине, ты тоже можешь пополнить вот эту самую карточку Monzo. И смотрите, когда вы приходите на Paypoint, и вы хотите пополнить довольно-таки на хорошую сумму, скажем, там, не знаю, на тысячу фунтов, если у вас есть такие деньги, они скажут, что максимум это будет, наверное, тысячу фунтов. И то не сразу, это где-то в районе в полгода. Это лиминя, это, короче, получается как лимит на год. То есть, что вы можете пополнять вот эту вот самую карточку. А закидывать здесь довольно есть такие жесткие ограничения. Даже вот на таких карточках, как тот же Barclays, есть то, что... Есть лимит, на которую сумму вы можете вывести, и также лимит, в который вы можете карточку положить. На этой карточке, на Monzo, это где-то в районе 300 фунтов. 250-300 фунтов. Также, смотрите, некоторые из вас рассматривают эту карточку для того, чтобы получать на нее зарплату, потому что вы устраивались официально, и деньги будут вам переслать на карточку, чтобы система видела, что вам отправляют деньги на карточку, и чтобы это все просматривать. И также работодатели рекомендуют, чтобы вы поменяли и сделали какую-то более серьезную карточку. Но это довольно-таки нечасто, это единичные случаи. Карта, которую не пополнить, пользоваться можно, пополнить наличку и сложно. Другими способами пользоваться тоже можно, но это переводы из других банков, такие как вот, например, Слоица на Monzo. Что ж, давайте подведите итоги этого видео. Смотрите, Monzo карточка, она хороша, чем она хороша? Да, она довольно красивая, она довольно красивая, и она хороша для начала. Когда вы приехали, вам еще в хайд-стрит крутых, то есть банк не открывает счет, и вы открываете себе счет, такие как вот в Революте и в Monzo. Кто не смотрел видео и вам интересно о Революте, можете посмотреть о Революте тоже на моем канале. Я рекомендую первым делом по приезду все-таки зарегистрироваться в Monzo. Эта карточка не помешает в любом случае. Поэтому, кто пользовался приложением украинским Monobank, приложение довольно-таки похоже на Monobank, проигрывает довольно-таки функционали. Но, в принципе, нормальное и удобное приложение, есть там возможности депозита складывать. Но кредита вам никакого не предоставят поначалу, об этом можете забыть. Там меня спрашивают о том, чтобы взять какой-то телефон в рассрочку. Ребята работают, хотят взять себе там новые айфоны, те же там, не знаю. И, соответственно, никому не разрешают, потому что я узнавал и там... И для знакомой она хотела взять телефон в рассрочку. И ты там должен быть, находиться в течение некоторого времени, чтобы и платить легально налоги, чтобы вы были видны как бы в системе. Кредит это вообще отдельная история. Для того, чтобы получить какой-то кредит, нужно вообще довольно-таки сильно постараться. Но, опять, резюмируя это все, я рекомендую, вот, первым делом открыть карточку Monzo. Так что она вам довольно-таки пригодится. Так что, все, на этом заканчиваем. Увидимся в скором времени. Пока, с вами был Влад. Субтитры сделал DimaTorzok